Дорогие друзья, по поводу Кипра сказано уже все, что можно. И будет сказано все, что можно. Мы с вами вместе уже посмеялись над этим, многие поплакали. Я хочу привлечь внимание к нескольким второстепенным деталям, которые просто оттеняют общую картину. Первое. Аналитическое обеспечение деятельности руководства нашей страны равно нулю. Для них кипрская катастрофа стала такой же неожиданностью, как и для тех, кто верил официальным заявлениям. Просто поймите, когда вы думаете, что нами правят люди, которые что-то знают о чем-то, то весьма вероятно, вы очень существенно заблуждаетесь. Второе. Россия потерпела чудовищное унижение. Дело в том, что чьи там деньги лежат и какая часть из них украдена, это внутриполитический вопрос России. Если Европа принимала эти деньги в своем банке, для Европы эти деньги честные. Эти деньги, которые имеют право лежать в европейском банке. Когда Европа сталкивалась с угрозой банкротства стран, в которых лежали европейские деньги, Испания, Греция, Ирландия, Исландия, она настаивала на достаточно мягких схемах. Революция, которую сделали исландцы, отменив свои обязательства перед всеми иностранцами, это была исландская революция. Европейцы этого не хотели. На Кипре лежат деньги двух категорий. Лежат деньги русские и лежат деньги английских пенсионеров и английских военнослужащих, которые там служат. Это деньги маленькие, небольшие. Большие деньги там только русские. Поэтому Европа показала, что чужие деньги она готова ликвидировать. Требования госпожи Меркель и Евросоюза в целом, то есть это не немецкие заморочки, это требования Евросоюза в целом к Кипру совершить финансовый характер, который он и совершил, просто ввязавшись в обсуждение конфискации 10% депозитов, это была осознанная ликвидация российских денег. Естественно, с Кипра бросится вывозить деньги все, кто может. Я думаю, что, судя по тому, что туда ввозятся наличных значительно больше, чем нужно для снятия из банкоматов по каким-то коррупционным схемам, деньги снимаются в какой-то форме уже сейчас. Но главное, что как только можно будет вывозить деньги с Кипра, они оттуда уйдут и рухнет не только экономика Кипра, а рухнет и банковская система Кипра. Это значит, что даже из тех банков, которые формально не тронуты, не обанкрочены, которые формально начнут работать в четверг 28-го числа, это означает, что даже вывод денег из них будет сопряжен, скорее всего, с определенными трудностями. И значительная часть российских денег на Кипре застареет надолго, а некоторая существенная часть погибнет вовсе. Не потому, что на Кипре так плохо, а потому, что европейский регулятор решил, что платить за безграмотность и неадекватность действия европейского регулятора должна Россия. Да, конечно, Кипре это не очень эффективно, не очень разумно и все остальное, но это же европейский регулятор не бил тревогу, это же европейский регулятор не говорил о том, что возникают проблемы, и в конце концов, это европейский регулятор не вел длительных переговоров, как со всеми остальными, а просто предъявил ультиматум. Это из-за европейского регулятора, из-за европейских властей кризис на Кипре приобрел обвальный характер, чего не было ни в Греции, ни в Испании, ни в других странах. Просто поймите, это не значит, что в Европе плохо жить, это не значит, что в Европе нет демократии, это не значит, что в Европе нет закона. Но когда вы будете жить в Европе или убегать в Европу, просто помните историю с Кипром. Когда у них возникла непотребность, когда у них возникла просто возможность ликвидировать российские деньги без потери для себя, они немедленно воспользовались этой возможностью. Просто поймите, что вы можете жить в Европе, иметь все необходимые документы и чувствовать себя европейцем среди европейцев. Но для самих европейцев вы таковым, скорее всего, не будете. И если у вас есть деньги, ваши деньги тоже Европа будет считать своими, а не вашими. Это не значит, что не нужно убегать в Европу, попав в критическую ситуацию в России. Это не значит, что нужно повторять патриотический бред о том, что Европа — это очень плохо. Европа — это лучше и более цивилизованная, чем сегодняшняя Россия, но по отношению к своим. Даже если это свои бандиты, или свои марокканцы, или свои албанцы. Вы, скорее всего, для нее будете чужими. Пожалуйста, помните уроки Кипра. Они даны нам для того, чтобы мы сделали выводы. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok